итак у нас на ремонте больной которому я поставил капельницу жизнеспасающую и будем оживлять домкрат обыкновенный ядравлический домкрат 5 тонн сейчас он лежит потому что я в него заливаю в принципе можно заливать я просто замучился 5 миллиметровым миллилитровым заливать очень долго поэтому я взял трубочку от капельницы всунул в масло это у меня масло трансмиссионная я слил с коробки передач и теперь заливаю значит шприцом потянул набрал в трубочку масло и засунул в дырочку уровня и она потихонечку нольется тут дырочка маленькая льется потихоньку но льется в чем самая распространенная проблема домкрата если он там клапаны заели не держит то в принципе это сложный ремонт но чаще всего ремонт заключается в том что вот разъедает или от времени стирается вот здесь так называемый клапан или мембрана которая собственно и качает здесь в штоке снимается легко вот здесь не хочется ничего нарушить здесь просто стопорная стопорная стопор снимаете вытаскиваете и вот он наружу вытаскивается в этом есть домкрат и в котором здесь ничего не накручивается у меня есть и такой а но в этом есть еще гайка поджимная которая здесь пыльник держит но она где-то потерялась поэтому будет работать и без него потому что есть у меня точно такой же домкрат а здесь даже резьбы нет просто ровная и и работает суть в чем что просто так купить вот такую деталь это и есть клапан который сюда надевается но просто невозможно 11 миллиметров у него диаметре и но существуют ремкомплекты вот такие так называются ремкомплект гидравличного домкрата на 5 тонн шанс главное чтобы и у него тут много чего все это мне не нужно вот это все резиночки то маленькие большие мне нужно только вот это значит домкраты есть вот с такой штучкой на конце а есть тут просто такая шарик он тогда хорошо сюда клац продевается и все с этим немножко сложнее но он тоже продевается становится и работает и все ставим на место и получаем рабочий домкрат собственно по большей степени у меня сложность была в том чтобы найти и именно такой ремкомплект в котором была бы вот эта штучка только вот это нужно она называется у них не манжет не сальник а клапан и там размер 11 на 8 на 4 по моему ну не важно главное чтобы 11 вот этот диаметр он равняется диаметру этого штока что к диаметрам 11 вот вам нужно 11 если это но в принципе у вас может быть другой диаметр поэтому вам нужно просто вот здесь померить на обычно это у 20 тонн но по моему там 12 но померяйте найдите вот время комплекте такую штучку стоит меньше одного доллара 70 центов 20 гривен что-то в некоторых местах 17 то есть но почти пол дуру по пол дуру у вара что необходимо делать надеть он так просто не надевается можно подумать что надо развальцовывать не надо сейчас я покажу и так как я и сказал что в более наверное на новых моделях здесь вместо вот этой завальцовки такой просто шарик стоит и этот клапан просто дать и надевается здесь немножко сложнее значит чтобы было видно берем поднимаем вот это колеческое наверх упираем в него натягиваем сколько можем просто надавливаем так скажем не натягиваем надавливаем сколько можем потом на давил особенно потом маленькой отверточкой переходим в середину и и дотягиваем дальше затягиваем его туда все то что не дошло еще раз затягиваем ну и потом смотрим серединку и поправляем эту шайбочку чтобы она зашла до самого конца и держала хорошо собственно все это все что нужно сделать ну а теперь сейчас масло у меня заправляется вот так вот резиночку сюда поправляем все не стал до конца поправляем так чтоб резиночка до конца стон все это все что нужно сделать при этом дальше чем мы занимаемся теперь его нужно туда вставить но я сейчас подожду пока на нальется ну и затем просто вставляем на место еще все работает заправляем он так заливается но заливать нужно не полный а поставку в вертикальном положении уровень должен быть вот до сюда вот это должно быть пустым поэтому это уровень собственно все и в большинстве случаев это нормально это решит проблему если у вас там проржавел клапан который вот здесь или вот здесь нужно менять шарик пружинку шлифовать место под шарик чтобы он плотно держал я бы не рекомендовал заморачиваться дешевле будет купить бушный рабочий такой а это задать на миндалом поэтому но если легкая проблема то есть смысл заморочиться такие сейчас продаются никому не нужны по 10 долларов в продаже пятитонные гидравлические на этом все подписывайтесь на канал видим что можно ремонтировать многие вещи простым способом сейчас когда все нальется я сколько то уже там налилось я теперь поставлю его вертикально посмотрю какой уровень закрою и